15 олимпийских чемпионов. Их имена – часть славной истории российского спорта. Волейбол, биатлон, бобслей, хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек и плавание. В свое время они блистали в этих видах спорта, теперь богатый опыт передают начинающим атлетам. Волгоград, Казань, Новороссийск, Анапа. В каждом из этих городов участники программы «Олимпийские чемпионы детям России» встречались с юными спортсменами. В Сочи местом встречи стал Всероссийский детский спортивный центр на арене «Шайба», который в эти дни принимает уже вторую смену воспитанников. Это просто чудо для меня, если бы сказали несколько лет тому назад, что могут такие комплексы передать детям, чтобы они там тренировались, я бы сказала, это сказка, которая не осуществится. Вообще, после зимних игр Олимпийский парк со своими дворцами и стадионами стал центром притяжения спортсменов со всей страны. В Сочи проходят крупные турниры и чемпионаты, мастер-классы для начинающих спортсменов дают уже опытные и прославленные. Один из последних, например, провели фигуристы – звезды шоу «Огни Большого Города», которое сегодня с успехом проходит на Олимпийской арене «Айсберг». Перекладываемся в один, в другой. Стараемся не затирать плечи, мягкая, мягкая полета. На все 100% работает и будет работать каждый из построенных к Олимпиаде объектов, рассказывает Анатолий Пахомов. Так, например, воспитанники городской школы по зимним видам спорта, а их в городе преподают 13, занимаются на Олимпийских аренах. Еще 27 спортшкол готовят чемпионов в летних видах. Откроется краевая школа фигурного катания, теннисная академия – все на базе новых дворцов. Все вместе – это 23 тысячи мест для занятий спортом, причем возможности для этого есть в каждом районе города. В Олимпийском парке там еще 6 следовых дворцов, каждый из них имеет пасимопийское наследие. Но мы говорим о том, что три основных – это чисто имеют спортивную направленность. Они все будут у нас задействованы. И это становится спортивным центром не только Сочи, а всей России. То, что сегодня приоритет страны нацелен на развитие физкультуры и спорта – это направление в сторону создания счастливых людей в стране. То, какими темпами развивается спорт в Сочи, просто поражены, отмечают олимпийские чемпионы. Вспоминают, таких возможностей для тренировок у них в свое время не было. Это и хоккейное, и это фигурное катание, шорт-трек. Мы уже встречались с этими детьми. Поэтому у вас очень быстро растет и занимающиеся дети в этом городе количество. Важную роль отметили спортсмены, играет и позиция власти в вопросах развития спорта. Анатолий Пахомов подчеркивает, в городе разработана долгосрочная стратегия, призванная привлечь к занятиям физкультурой и спортом каждого сочинца. Очень позитивно относящийся к спорту, хотящий развивать спорт в регионе и вообще по всей России, привлекать много специалистов хороших сюда же. И это человек, который болеет, правда, за свой регион, за свой город и за всю нашу страну. В Сочи уже есть чем гордиться. Теперь у города есть свой футбольный и хоккейный клубы, который играет в престижных лигах. Сочинцы любят спорт и становятся активными болельщиками. Теннисистка Елена Веснина, гимнастка Ирина Аненкова, тяжелоатлет Вячеслав Яркин, бобслист Алексей Воевода. Имена сочинских спортсменов сегодня знает весь мир, и это только начало. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.